привет это видео я решил ставить гараже чтобы в максимально реальных условиях провести эксперимент а именно подключить компрессора к обычному аккумулятору на заведенной машине и собрать систему максимально похожую на ту которую собираете вы смотрим с вами влад сфс сегодня у нас на обзоре два компрессора это 480 vr и zenith ob2 мы проверим кто из них быстрее накачает этот баллон также проверим кто сколько потребляет посмотрим просадки на проводе и я вам расскажу как программировать реле давления от asaface и зачем оно вообще нужно поехали начнем мы с программируемого реле давления изредка моргает светодиод это значит что она в рабочем режиме сейчас у нас есть какое-то давление в районе 9 атмосфер в баллоне сейчас я расскажу как запрограммировать его и так чтобы зайти в режим программирования зажимаем кнопку светодиод заморгал мы в режиме программирования нажимаем один раз кратковременно моргнул один раз свет идет это значит что сейчас нажатием этой кнопки мы можем включить компрессор сейчас у нас здесь чуть чуть меньше 9 атмосфер давайте докачаем до девятки ровно зажимаем кнопку моргает светодиод и включается компрессор вот так до 9 атмосфер мы накачали заходим во вторую функцию еще раз кратковременное нажатие два раза моргнул светодиод это вторая функция верхний порог отключения зажимаем кнопку все верхний порог заполнен теперь если у вас есть клапана вы спускаете клапанами ну то есть подняли опустили машину давление спустилось ну или же как я вставляем подкачку и немного спускаем давление до того порога который мы хотим чтобы включался компрессор пускай у нас будет это 7 атмосфер теперь как дальше запрограммировать 7 атмосфер это будет наш нижний порог включения компрессора нажимаем кнопку еще раз три раза моргнул светодиод это третья функция нижний порог еще раз зажимаем кнопку все нижний порог запомнили переходим в четвертую функцию 4 раза моргнул светодиод это функция выхода в рабочий режим зажимаем еще раз светодиод проморгал мы в рабочем режиме так как у нас давление было на нижнем пороге компрессор включился и сейчас накачает до 9 атмосфер ждем пока он качает мы можем увидеть что потребление компель компрессора 20 ампер у нас 12 вольт на аккумуляторе у нас 13 все на 9 атмосферах компрессор выключился сейчас мы замерим просадки по напряжению компрессор у нас подключен медным проводом 8 квадратов минус у нас подключен тем же проводом только не напрямую от аккумулятора а через кузов на вот этом вольтметре у нас мы меряем вольтаж непосредственно на входе в компрессор здесь мы будем измерять вольтаж на аккумуляторе и так сейчас я спущу воздух сбал с баллона и включится компрессор и мы посмотрим какая будет сначала сколько будет вольтаж там и какая просадка уже непосредственно здесь так компрессор включился здесь мы видим на заведенной машине 13 8 здесь 12 8 ток потребления 20 ампер просадка в 1 вольт на хорошем медном проводе 8 квадратов сейчас мы спустили баллон в ноль ноль атмосфер у нас и посмотрим за сколько до 9 атмосфер настолько у нас настроена реле накачает 480 vr этот баллон заводим машину подключаем питание время пошло кстати говоря обратите внимание пока баллон у нас пустой потребление у компрессора 10 ампер постепенно как у нас стрелка поднимается вверх потребление растет 3 минуты 48 секунд потребовалось 480 vr для того чтобы накачать 19 литровый баллон до 9 атмосфер что ж теперь мы перекрутим давайте сначала перекрутим провод на с 8 на 12 квадратов и посмотрим какие будут потери на этом проводе а затем уже перекрутим зенит и посмотрим как он справится с нашим с нашей задачи мы перекрутили провод с 8 на 12 квадратов и сейчас померяем просадки на этом проводе так на заведенной машине при включенном компрессоре у нас 13 7 на аккумуляторе и можно сказать что 13 ровно на компрессоре то есть просадка составляет всего лишь 0 7 вольта в отличие от провода который 8 квадратов мы подключили зенит к нашей системе кстати говоря у зенита идет своя релюшка поэтому пришлось немножко переделать проводку и и в принципе мы готовы начать наш замер заводим машину и включаем компрессор обратите внимание на тот потребление на 10 ампер больше чем у веера и 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 Высаживает аккумулятор очень неслабо на заведённой машине. 11 кмв. Даже провода немного нагрелись. Холодно? Холодно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Охлаждается он лучше, может работать дольше... Ресурс будет больше... Рабочая температура у него ниже... Я приятно удивлен... Интересно, конечно, будет поставить... Питание к нему получше... И тогда он, я думаю, накачает еще быстрее... Этот ресивер... Но для чистоты эксперимента... Мы оставили эти провода... И результат... Все равно лучше... Сейчас мы снимем... Просадку... Вольтаж будет показан... На аккумуляторе... Сейчас заведенная машина... 13,8... Спускаем давление... Включаем компрессор... Итак... Мы включили компрессор... На аккумуляторе... На заведенной машине... 12,8... Причем падает... Здесь уже... 11,2... Сумасшедшая просадка... На хорошем медном проводе... 37 ампер... Потребление... И... Сейчас он уже почти выключится... Очень быстро он накачал... Эти две атмосферы... И... Очень большая просадка... Провода... Не успели нагреться... Ну... Мы посчитаем... Сколько он качает от нуля... И... В диапазоне... От шести... От семи... До девяти атмосфер... И сделаем выводы... Музыка... Музыка... Очень-очень быстро... Он накачивает... Особенно... С... Программируем реле давление... Можно... Ну... Не знаю... на видео посчитаем сколько секунд ну секунд 30 наверное и он накачал две атмосферы на до 9 из 7 до 9 при полностью забитом баллоне ну это реально очень крутой вариант точнее результат вот он красавец не зря он стоит своих денег явно и опять же я спокойно держу руку на радиаторе это несравненный плюс я надеюсь вам понравился наш эксперимент я думаю вы заметили что я также не знал какие будут результаты снимали все так скажем live и как реально удивил меня зенит и тем что быстрее накачал и сколько он потребляет амперы и как мы высадили аккумулятор еще раз напомню что у нас было два топовых компрессора в обзоре это vr 480 c это топ линейки компании вир и r zenith обидуа значит верно качал 19 литровый ресивер с 7 до 9 атмосфер за 44 секунды а с 0 до 9 атмосфер за 3 минуты 48 секунд зенит накачал 7 до 9 атмосфер за 32 секунды это быстрее и от 0 до 9 атмосфер за 3 минуты 7 секунд это соответственно тоже быстрее но вот этот последний замер я думаю вы видели у нас ток потребление был большой и просадка потеря на проводе было большой и самое главное что к концу видео мы просто высадили аккумулятор и в итоге уже последний замер делали на напряжение 11 3 вольта это конечно же очень мало но зенит все равно накачивать даже при таком маленьком напряжении быстрее чем веер ну и соответственно если мы сравним все эти данные то станет понятно что от семи до девяти атмосфер то есть маленький промежуток эр зенит накачал на 28 процентов быстрее чем веер и от 0 до 9 у нас получилось на 12 процентов быстрее почему такая разница опять же объясню потому что катастрофически не хватало напряжение у нас сети чтобы зенит хоть как-то мог так скажем раскрыть себя на полную катушку при от семи до девяти там тридцать секунд в принципе аккумулятор еще держал маленький на бэбэшке ток потребления в 35 ампер но когда мы сделали большой замер на три минуты аккумулятор аккумулятор реально выдохся поэтому при при накачивании от 0 до 9 у нас всего лишь на 12 процентов быстрее но опять же это я скажу что это все равно хороший результат при том что башка компрессора совершенно не нагрелась и соответственно он может качать еще столько же по времени и ему ничего за это не будет то есть можно спокойно долго играться пневма и компрессор будет молотить молотить и молотить а вверх к этому времени уже раскален и что на нем реально нельзя держать руку небольшой вывод по проводам сейчас я здесь помещу табличку на ней вы можете увидеть вольтаж на а к б и непосредственно перед компрессором также ток потребления в этот момент и следующая следующий столбец это у нас потери на проводе и ниже 12 квадратов те же самые данные то есть мы видим что при одинаковом начальном вольтаже на аккумуляторе то есть это самое начало нашего видео и при токе потребления 20 ампер разница в потерях на проводе составляет 0 3 вольта а дальше когда мы уже немного высадили аккумулятор поставили эр зенит и начали делать замеры можно увидеть что вольтаж на кб падал и и к пятому замеру когда мы уже начали мерить потери на по напряжению у нас потери на проводе составили больше 1 и 6 вольта и при том что на аккумуляторе уже изначально заведенной машине было 12 8 из-за этого у нас и подрос ток потребления на компрессоре соответственно на против 12 квадратов просадка по напряжению меньше и соответственно напряжение на компрессоре больше и соответственно компрессор качает быстрее то есть чем меньше у вас потерь напряжение на проводе тем больше у вас это напряжение на компрессоре тем быстрее у вас качать компрессор думаю теперь я понятно объяснил зачем в принципе все это затевалось перу знаете как замерить потери на проводе и подобрать провод который подходит к вашей системе если у вас стоит один или два компрессора так как многие ставят два там допустим те же самые вера сам производитель делает коробки dual pack и это логично поставить два компрессора и соответственно все наши результаты вы можете умножать на два грубо говоря ну то есть ток потребления в любом случае будет два раза больше соответственно и провод вам нужен два раза толще ну и мое субъективное мнение основанная на данных цифрах то есть я думаю каждый сам для себя сможет сделать выводы и подобрать нужный ему компрессор тем более что если у вас там средняя система то парочку 480 вере вера вам хватит за глаза поставьте им нормальные провода все будет отлично будет качать в купе с рдшкой регулируемым реле давления можно настроить небольшой диапазон или большой как вы хотите чтоб они недолго точнее долго не включались компрессора или наоборот сразу же включались и тем самым подберете для себя оптимальные оптимальные настройки системы но а те кто хочет или иметь большой запас по воздуху по компрессорам или у кого большое потребление воздуха там чуть ли не при прыгает у них машина для тех эр зенит маст хэв потому что реально крутой компрессор я даже немного пожалел что взял себе 480 ну пусть на сюда хочется больше и лучше когда видишь такие результаты то есть нужно по если вы реально у вас система будет зенитами там с двумя то нужно поставить реально хороший провод и тогда будет вообще все шикарно на том же реле давления можно настроить чтоб они там включались большой диапазон допустим поставить там от 5 до 9 атмосфер спокойно играться пневма и не слышать как работает компрессора потом они один раз включатся быстро накачают этот диапазон и и вы снова радуетесь на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал где покупать компрессора эти по лучшим ценам вы знаете sfs.ru пока